Друзья, привет! Научиться проявлять Божье присутствие и резонировать с Ним своими силами сегодня жизненно важно для каждого из нас. Меня зовут Аксамита. Это ещё одна новая пятиминутка о главном. Друзья, поговорим о главном. Поговорим о том, что недавно я услышала в молитве от Господа и понимаю важность этого, хочу передать вам. Мы молились, мы поклонялись, и, как это часто бывает на собраниях, присутствие Божье. Стало таким ощутимым, таким явным. И я смотрела на лица людей, они были просветлены благодарностью. Мы ощущали, мы ощущали, что Он с нами, Его Дух с нами, как Господь и обещал. И в это же время внутри я ощутила такую ревность, знаете, как ревность самого Господа. И вот что я услышала. Хочу передать вам. Конечно же, это соответствует Божьему Слову и Божьему Писанию. Я услышала, что Господь говорит, я ревную, чтобы мои дети научились проявлять моё присутствие не только в своём духе, не только в своих душах, но в своих телах. И мы действительно с вами верующие люди, люди, ценящие время, молитвы, поклонения наших общих собраний. Мы научились дорожить этим присутствием. Мы научились желать Его. Мы научились понимать, что это очень важно для нас, да, как лань желает потоком воды. Но в то же время, что нам нужно научиться ещё? В чём нам нужно сегодня, это как наша зона роста вместе с Духом Святым. Это научиться, чтобы наши тела начали проявлять Божественное присутствие. Проявленное присутствие Бога для твоего тела – это исцеление. Это когда ты вошёл в Его присутствие, ты начал поклоняться, соприкасаться с Ним. Написано, да, что поклоняющийся в Духе и Истине – это один дух с Господом. Когда мы соприкасаемся с Его Духом, проявленное присутствие для тела – это не только приятные ощущения, да, кто-то там, у кого-то дрожат ноги, слабеют ноги, там, да, мурашки по коже, всё это понимаем, да, потому что тело реагирует. Но нам нужно осознанно приходить в молитву и поклонение и знать, что Его присутствие всегда несёт трансформирующую, исцеляющую силу. Я почувствовала вот в этой молитве, в этом переживании, как бы Слово Господа к Его Церкви, к Его людям. Мы научились дорожить им. Но нам нужно научиться брать из этого присутствие, потому что Слово становится плотью, и это приносит Его славу. Когда мы переживаем Его славу, это время для Его Слова стать плотью. Слово исцеления важно, чтобы было проявлено нашими телами. Я просто ощущаю этот импульс в Духе и передаю тебе. В следующий раз, когда ты идёшь на собрание, в тайную молитвенную комнату, как я недавно писала, да, давайте, во-первых, впустим Духа Святого в наши молитвенные комнаты, и как только мы это сделаем, наши молитвы естественным образом начнут трансформироваться. Мы вдруг поймём, что согласно Божьего Слова, согласно искупительной силе Божьей, молитва – это войти в точку контакта, в соприкосновение с живым Богом, потому что Его центр управления, Он Сам находится здесь. Он не может быть ещё ближе, Он не может дать что-то ещё, Он не может сделать что-то ещё или хоть что-нибудь. Он уже всё сделал, и в этом Его, во-первых, Божество – полное, непостижимое, величественное, а во-вторых, Его любовь – полное, непостижимое, величественное. Он – Бог. Именно потому, что Он – Бог, Он сделал всё и сразу в жертве Иисуса Христа. Теперь, как мы с вами уже говорили, дорогие, всё, всё Божество, всё Триединство Божье настолько вовлечено в процесс этой проявленной любви, искупительной жертвой. Бог Отец создал нас. Бог Иисус оставил престол, чтобы искупить, выкупить нас из проклятия и дать нам силу крови, силу завета, чтобы снова вернуться в Его Царство, в Его замысел, в Его систему координат. А что же Бог Дух Святой? Бог Дух Святой точно так же оставил престол, чтобы быть тут с нами, чтобы вести нас в этом поприще, ни на секунду не оставляя. И чтобы наша каждая молитва, чтобы наша каждая молитва была не просто излиянием своего сердца. Аминь. И есть время для этого. И многие говорят, но я же искренен перед Богом. Бог принимает тебя, Бог качает тебя на своих руках. Но мы же с вами говорим о том, чтобы наша молитва была трансформирующей и для нашего тела, и для наших обстоятельств. В таком случае нам просто необходимо проявлять, научиться проявлять Его славу сначала для самих себя, сначала для своего тела, для своих обстоятельств. И потом, приходя на молитву, соприкасаясь с Ним, проявлять Его образ, Его тайну для этого мира, который есть Христос в нас. Вот такая короткая, спонтанная, очень важная пятиминутка. И в конце, дорогие, кому-то из вас, я говорю то, что Господь недавно сказал мне. Не мирись. Не мирись с мыслями страха. Не мирись. Может быть, ты не отдаешь даже этому отчет. Но Бог говорит, что тебе нужно, ты имеешь эту власть, лишать силы, всякие демонические мысли, страха и ограничений. Сделай это. Это твоя ответственность. Помни, что твой учитель, Дух Святой, всегда рядом с тобой. Но это твоя ответственность прислушаться к Нему. Иногда нам комфортнее стоять у дверей и кричать, и душевно, и искренне, совершенно говорить. Господи Боже, сделай хоть что-нибудь. Ну, пожалуйста, открой эти двери. А может быть, пора повзрослеть и увидеть, как Дух Святой говорит. Держи ключи, войди в эти двери, смело проявляй и смело действуй. Так вот, Иисус Христос пролил свою кровь драгоценную, отдал своей жизни не только для потустороннего существования в мире ином, как это религиозно мы часто представляем. Нет. Он это сделал, чтобы уже здесь мы были способны быть носителями Его, Его Духа, Его Царства, Его Силы. И каждый раз, когда снова твоя плоть поведет тебя в молитвы Господи, сделай хоть что-нибудь, Боже, и так далее, и так далее, напомни сам себе, Бог отдал свою жизнь, и Иисус пролил свою кровь, чтобы я проявляла Его присутствие на этой земле, чтобы мое тело подчинялось закону Духа жизни во Христе. Именно это я делаю сейчас в процессе проявления исцеляющей силы в моем теле, потому что я знаю, тело мне дано не только, чтобы мой Дух обитал там, но чтобы через Него и Им проявлять исцеляющую силу. И даже если голос и горло севшие, вы видите, я проявляю, я говорю, потому что жертва Иисуса Христа должна быть оправданной каждой клеткой моего тела, каждым миллиметром, который я занимаю на этой земле, каждым словом, которое выходит из моих уст, каждым постом, который я размещаю в своих социальных сетях, и то же самое с тобой. Давайте не забывайте об этом. Его жертва не должна быть напрасной. Он провел свою кровь не только для того, чтобы мы однажды оказались в вечности, мы уже в ней. Поэтому, дорогие, воспряньте, родные, мы носители Его славы, Его силы, поэтому каждый раз, давая себе установку, я проявляю, мое тело проявляет исцеляющее помазание, я пленяю эти мысли страха, я сажу их в темницу, закрываю ключ и выкидываю его. Эти мысли не принадлежат мне во имя Иисуса. Любимые, крепко обнимаю вас. Спасибо большое, что мы всегда рядом. Спасибо каждому за поддержку, за репосты. Спасибо каждому, кто поддерживает также финансово. Родные, это честь, это партнерство. Если вы хотели бы помочь нам в нашем видении, в нашей платформе студии «Притяжение неба», чтобы пророческий голос Жатвы Божьей звучал по всей земле, вы очень нам нужны, а мы, я надеюсь, нужны вам, потому что все и во всем Господь. И мои партнеры, и сеющий, и жнущий, встречаются, чтобы вместе славить Бога. Спасибо, родные. До связи с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok